Ускоряющиеся тем в жизни непомерные нагрузки, в части всего эмоционального плана, требуют от современного человека умения быстро восстановиться и внимательно относиться к своему здоровью. Отрадно, что здоровый образ жизни становится нормой для многих людей. Движение, занятие любым посильным видом спорта, посещение спортивных зрелищных соревнований становится потребностью людей. Да и просто быть энергичным, подвижным, здоровым становится сегодня модным и престижным. Рецепты по сохранению здоровья можно провести множество. Это и рациональное распределение рабочего времени, сбалансированное питание, полноценный сон, профилактические мероприятия. Но бесспорно физическая культура в этом перечень занимает лидирующие позиции. Последние десятилетия наблюдается, пусть и не так быстро, но все же возвращение и возрождение старых форм работы, когда в физкультурных мероприятиях участвовали тысячи людей. Самой распространенной и любимой формой физкультурно-оздоровительной работы были и остаются спартакиады. В Хасай-Юльтовском районе по инициативе районной организации профсоюза работников народного образования, руководитель Голосовича Козев и при самой деятельной поддержке управления образования, ежегодно проводится спартакиада работников образования. Хочется отметить, что даже в непростые перестроечные годы, когда во многих предприятиях профсоюза утратили возможность проведения спартакиад среди своих работников, профсоюз работников образования сохранил традиции спортивной работы. Спартакиада работников образования многогранна. Уважаемые участники, участницы, представители, гости и жители села Асманюр, сегодня здесь мы проводим зональный этап района спартакиады среди работников учреждения образования Хасай-Юльтовского района. В первую очередь я хочу воспользоваться от имени главы муниципального образования Хасай-Юльского района Солова Джамбала Тишапевича, всех участников и участниц с нашими зональными соревнованиями. Основными целями задачей районных соревнований спартакиада является агитация, здоровый образ жизни, пропаганда, выявление сильных спортсменов по тем видам, которые проводятся в нашем соревновании. Спартакиаде для участия в зональных и финальных республиканской спартакиады среди работников учреждения образования. Конечно, у нас сегодня будут проводить соревнования по 10 видам спорта, отдельно среди мужчин и отдельно среди женщин. Конечно, вам хотелось бы, чтобы вы показали самые лучшие качества и по итогам наших зональных 5 команд, 5 команд школ получат право вывысить уже финальных соревнований, которые пройдет в сирене Аксай 25 числа. Другая зона у нас пройдет, 18 числа, села Петроковская. И надеемся, что по итогам района спартакиада двух зон и финальных соревнований укомплектуем сборную команду, которую достойно представит наш Хосоевский район на республиканском мероприятии. Вам удачи и пусть победить сильнейшие. Слово для приветствия хочу представить руководитель и представитель комитета профсоюза Хосоевского района Акгерзон Калсынович Катемирович. Уважаемые педагоги Хосоевского района, районный комитет профсоюза поздравляет вас с таким праздником, прекрасным праздником сегодняшним, с хорошим днем и с началом спартакиады нашего района среди учителей. Какова наша цель? Что мы от вас хотим? Мы знаем, как нелегко учителю-педагогу ежедневно входить в этот класс, заточиться там на 45 минут и так всю жизнь. Наша цель? Мы хотели вас вывести из этого класса, дать вам возможность побегать, попрыгать, посмеяться, пообщаться, тем самым набрать больше адреналина, чтобы это мероприятие спартакиада вам помогало настроить на позитив. С этой целью мы и созываем эти спартакиады. Управление образования, комитет по спорту, администрации и райком профсоюза. Я хочу от коллектива нашей школы поздравить вас с этим нашим соревнованием, пожелать победу лучшим, сильным. Сейчас мы предоставим слово самому почитаемому вашему руководителю бывшего. Пожалуйста, вы стучите два-три слова в ваш адрес. Дорогие друзья, вас приветствую на Смолитовской земле. Желаю вам в сегодняшних соцседаниях занять передовые первые места. Желаю успехов, здоровья, счастья, всего хорошего. Здесь каждый педагог может показать, на что он способен. Соревнования объективно осенивают судейские коллегии, в состав которой ежегодно входят учителя физической культуры, тренеры-преподаватели детской и юнотской спортивной школы, первой и высшей квалификационной категории. С каждым годом становится все больше участников, причем все ревнуются и педагоги разного возраста, не только молодые, но и ветераны. Разнообразие состязаний, эмоциональный подъем, высокий накал спортивной борьбы способствует созданию атмосферы праздника. Спартакяда несет большой положительный заряд не только педагогам-участникам, но и зрителям. Спартакяда стала востребована, ее ждут и к ней готовятся. К вашему вниманию предлагаем некоторые моменты спартакяда учителей северной зоны района, которое прошло в селении Осмонюрт. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемые участники, участницы, представители, гости, жители В первую очередь я хочу поблагодарить всех за участие в нашем экзамене в соревнованиях в Спартакеаду Работе по учреждению образования Хасовского района 2018 года В нашем мероприятии приняли 22 команды Но прежде чем подвести итоги Я хотел поблагодарить руководство школы, руководство села, судейскую коллегию, работников РОБД, работников медицинской службы Потому что самое тяжелое организаторам бывает Это как любое направление здесь Тысяча раз легче, прийти участникам легче Поучаствовать в школе легче бывает Из-за этого организаторам комитета всегда тяжело подвести в честной форме Насколько мы смогли это делать, насколько судейские коллеги у вас числа Мы подвели итоги и есть у нас результаты По итогу за нами соревнования у нас пять лучших команд Команды уходят по всем Потому что участие каждого Участник в каждом виде спорта Она суммируется Общую копилку школы И потом добытся итоги У нас пять лучших школ уходят в финальной стадии Конечно у нас примерно 22 команды За неучастие команды Вот в каждом виде спорта У нас 22 команды И пять четырех баллов 27 насчитываются каждыми этими И победили выявляются по наименьшей сумме очков Наименьшей сумме очков у нас Первое место заняла команда у нас Солнечная школа 39 баллов Самое наименьшее место Первое место заняла команда Так, Аксайская СОЧ 2 50 баллов 102, 48 баллов 48 баллов Внимание Третье место заняла команда у нас 56 очков Первомайская СОЧ Четвертое место заняла команда Занял 69 баллов Покровская школа Покровская школа И главное 5 место заняла команда Две команды заняли По 85 баллов Эта заняла команда Аксайская СОЧ 1 И Эндерейская СОЧ 1 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ